Здесь любой удар, как последний, и каждый гол решающий. Чемпионат мира по футболу, кажется, настолько зарядил этих мальчишек, что они готовы днями напролет гонять мяч. В поселке Прогрессного Кубанского района выстраиваются очереди в секцию по футболу. Туда уже набрали 60 человек. Очень много желающих заниматься футболом. В России бум футбольный. Сборная России удачно выступила. Все детишки стараются заняться футболом. А мы от тренировок, на что зависит, мы все будем делать, чтобы у нас дети росли и прогрессировали. Тем более, что условия для этого теперь есть. Спортивный комплекс с современным покрытием и всем необходимым оборудованием построили в поселке Прогресс после обращения местного жителя к губернатору. Кроме футбола, площадка рассчитана на занятия баскетболом, спортивной гимнастикой и тхэквондо. Этот комплекс один из 18 малобюджетных залов, которые строят на Кубани в течение последних двух лет. Их основная цель – развитие в регионе массового спорта. Мы соберем свою команду, будем теперь тут тренироваться, будем команду делать, собирать, чтобы команда получилась, чтобы так же ездить, играть. Именно жители небольших населенных пунктов чаще всего обращаются за помощью к главе региона. Проблема детского сада в хуторе Красное Кущевского района в масштабах края, возможно, и не кажется такой серьезной. Но для детей и их родителей старые окна оказались почему-то нерешаемым вопросом на уровне местных властей. Зданию сада 46 лет, а конные рамы тут не менялись. Зимой маленьких воспитанников приходилось дополнительно одевать в кофты. Было очень много дырок, сквозняков. Детки не болели, конечно, но простывали часто. Нам, как родителям, приходилось окна часто оббивать в зиму, чтобы не было таких больших сквозняков. Старые окна были по возрасту, наверное, как моя мама. На замену старых окон после поручения Венемина Кондратьева понадобилось всего два месяца. Дольше ждать решения проблемы пришлось в станице Новоалексеевской в Курганинском районе. Но там и вопрос технически куда более сложный. Еще в прошлом году река Синюха размыла опору моста, который соединяет две части станицы. Для безопасности движение на нем перекрыли. Те, кому позволяли автомобили, ехали вброд. Остальные прокладывали дорогу там, где это было возможно. Через поля. По полевым дорогам. Со стороны Урми заезжали. Откуда только не заезжали. В связи с поломкой этого моста было отрезано где-то 450 человек жителей для переезда к краевой трассе. Скорой приходилось для того, чтобы попасть в район этого моста до жителей, необходимо было объезжать почти 6 километров. Новый мост спроектировали с учетом возможных паводков. Усилили нижнюю часть и раздвинули опоры, чтобы между ними легче проходила вода. Строительство перехода обошлось больше, чем в 2 миллиона рублей. Местные теперь шутят, что снова вернулись на большую землю. Это дорога жизни. Это что кто сделал. Это большое огромное спасибо. Это нам прямо, знаете, чтобы машину не ломать. Это я не знаю. Точно это прямо к жизни. Вот это. Очень хорошо. Александр Иванченко, Юлия Кишинева, Игорь Хашобин, Эдуард Тараканов, Кубань-24.